В эфире Вести неделя. О наиболее ярких и значимых событиях в области политики, экономики, культуры и спорта, прошедших за неделю, мы расскажем в этом выпуске. В студии Фарида Чупанова. Здравствуйте. В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Дагестана. Рамазан Абдулатипов доложил руководителю страны о позитивных переменах в социально-экономическом развитии региона. Особое внимание было уделено ситуации с массовым отравлением людей в Махачкале. Сегодня в больницах 273 человека. Мы, по сравнению с вчерашним, идем на 30 человек меньше. То есть идет к стабилизации. Все это держится под контролем и наводится порядок в городе Махачкала. Но самое главное, то что десятилетиями эта система не ремонтировалась. И многие учреждения, в том числе и водоканал, они были переданы родственникам, бывших руководителей. А эти люди выкачивали оттуда деньги годами и фактически не выделяя средства на реконструкцию, на ремонт и так далее. Поэтому возбуждено уголовное дело, управление Следственного комитета. Мы эти вопросы будем прослеживать и очень жестко наводить порядок. 4 ноября страна отметила День народного единства. С праздником жителей республики поздравил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Цитата. В этом празднике крепко переплелись традиционные для дагестанцев ценности братского единства, дружбы, духовного родства и готовность на современном историческом этапе совместными усилиями укреплять мир и согласие, беречь и отстаивать целостность республики в составе Российской Федерации. Желаю всем дагестанцам мира, благополучия, успехов, уверенности в завтрашнем дне республики и нашей Великой Родины России. Об истории праздника и его значении в интервью Камилы Макаевой. Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой. Народ отдавал последние гроши на вооружение и шел освобождать землю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя, его не было. Наши соотечественники шли воевать за землю, и они победили. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и митрополии. Этот день по праву называют днем народного единства. Другого такого дня в русской истории не было, рассказывает заместитель директора по научной работе Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук Магомед Расул Ибрагимов. Эти события произошли в 1612 году. Был избран великим князем Михаил Алексеевич Романов, который заложил последнюю династию московских царей. И через некоторое время у сына Михаила Романова Алексея родился сын, внук Михаила Дмитрий. И в честь этого дня рождения Дмитрия в 1649 году Алексей Михайлович, отец Петра I, провозгласил праздник, который назывался праздник Казанской иконы Божьей Матери. Дело в том, что Минин и Пожарский, поднимая народ, шли, взяв с собой Казанскую икону Божьей Матери. И поэтому она, по представлению многих людей, помогла освободить Россию от оккупантов. Этот праздник, он просуществовал до 1917 года. Затем, естественно, годы советской власти он был забыт. И в 2005 году, во время президентства Путина, праздник был возрожден по инициативе представителей православного духовенства, митрополитов. Они подняли вопрос о том, что необходимо найти такой день, который бы объединял все слои, все народы России. И таким днем был избран и, можно сказать, возрожден праздник, который и называется День Единения Народов России. 16 декабря 2004 года Государственная Дума Российской Федерации приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон о днях воинской славы. Одной из поправок было введение нового праздника – День Народного Единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября – День Согласия и Примирения – на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению большинства наблюдателей, стало желание полностью снять ассоциации с годовщины Октябрьской социалистической революции. С 2005 года 4 ноября – День Народного Единства, государственный выходной. Народы России говорят более чем на 100 языках и диалектах, приодлежащих к индоевропейской, алтайской и уральской языковым семьям, кавказской и палеазиатской языковым группам. День Народного Единства – праздник общенационального и межконфессионального мира, праздник уважительного отношения к представителям всех национальностей и религий, к ценностям, традициям и обычаям друг друга. Традиционно в День Народного Единства 4 ноября проходит торжественное богослужение в Успенском соборе, расположенном на территории Кремля, после которого президент России и патриарх всей Руси в сопровождении глав основных конфессий Российской Федерации возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Я с большим удовольствием и сердечно поздравляю всех дагестанцев, наших земляков и все народы России с Днем Единения России, с праздником нашего единства, нашего общего дома, который называется Россия. К другим темам. В Махачкале продолжает работать штаб по ликвидации очагов заражения водопроводной воды. Роспотребнадзор заявил о том, что причиной вспышки инфекции в городе стало недостаточное хлорирование воды. Причины массового отравления махачкалинцев обсудили в правительстве Дагестана на заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Абдусамады Гамидова. Нету никакого химического отравления, вот по той идет рассылка, якобы из-за мусора, кресения, я, там мы сейчас это исключили. Все лабораторные анализы подтверждают, это произошел подсос загрязненной воды. Это еще надо. Из источников, которые подаются в город вода, была бы эти дни мутная, но не отравленная, не заряженная, все дезинфекционные работы там проведены. Вот по самой системе на каком-то участке произошел подсос. Не попала эта вода из-за того, что были ливни, потопили подвалы некоторых участков. Поэтому ничего критического нет. Полностью здравоохранение работает, всем оказывается в помощь. Проводите пропаганду, чтобы люди могли спокойно обращаться. Ни одного тяжелого на сегодняшний день с 28 числа нет. Некоторые сутки, пролежав в больнице, выписываются домой. Ключевую роль возникшей ситуации по ухудшению качества воды, которая привела к отключению водоснабжения в Махачкале, сыграл Горводоканал, допустивший грубые нарушения при оказании услуги. Об этом заявил на совещании мэр столицы Муса Мусаев. В связи с прекращением подачи воды из Мятлинского водовода город оказался в сложной ситуации. Сто кубометров воды осталось в городской системе водоснабжения, которая за период ограничения подачи значительно ухудшила свое качество. После восстановления водоснабжения из Мятли она поступила к горожанам, отметил Муса Мусаев. В прокуратуре республики подвели итоги акции «Дагестанцы против терроризма. Родина дороже». Представители министерств и ведомств отчитались о проделанной работе в этом направлении. В течение месяца по всей республике прошло более тысячи антитеррористических мероприятий, в том числе конкурс рисунков, классные часы, круглые столы и встречи со студентами. Особенно по итогам работы месячника отмечена работа исполнительных органов Кизляра и Хасавюрта, подчеркнул исполняющий обязанности прокурора республики Сергей Беляков. «Работа в рамках месячника не закончилась. Еще с большим усилием мы должны работать в этом направлении дальше, для того, чтобы искоренить вот эту заразу под названием экстремизм и терроризм, которая актуальна для республики Дагестан». На заседании общественного совета Миннаца Дагестана обсуждены вопросы, касающиеся подготовки к проведению межрегионального форума «Будущее России в руках матерей», реализации на территории Республики государственной политики в сфере межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, а также реализации конкурсных мероприятий, государственной программы, комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Дагестане на 2015 год и государственной подпрограммы формирования и развития гражданского общества в Республике на 2016 год. Ход реализации приоритетного проекта развития Дагестана «Новая индустриализация» обсудили на заседании межведомственной группы в Министерстве промышленности и торговли региона. Глава ведомства Юсуп Умава, в частности, отметил, что в рамках данного проекта проводится плодотворная работа. Из 29 пунктов, включенных в план мероприятий, уже исполнены 16. Остальные пункты находятся в стадии исполнения в соответствии с сетевыми графиками. И далее наш выпуск продолжит Имара Багирова. Прошедшая в Институте языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра Российской академии наук юбилейная сессия, посвященная 80-летию классика аварской песни Дакуаса Дулаева, объединила творческую интеллигенцию в стремлении сохранить истинно народное творчество. Вслед за вступительным словом директора Института Магомеда Магомедова, докладом председателя благотворительного фонда имени Дакуаса Дулаева «Песни Асхабали Гасанова» и фрагментами из телевизионного фильма прозвучали воспоминания поклонников певца и оценка его творчества специалистами, среди которых член Союза композиторов России Валерий Шаулов. Фрагическая гибель в 1976 году унесла жизнь этого творческого человека, творческого домов для костей. Его творчество мне ближе всего, потому что Дакуаса бывает в своих песнях, в замечательных песнях, отбирался на тем глубинные пласты аварского фольклора, которые сейчас мы потихоньку стали забывать. Месяц назад я побывал на фольклорном фестивале аварской песни, в Унтуполе, и там звучали песни Дакуаса, там звучал в глубине аварский фольклор, который я хорошо знаю, который всегда был у нас на слуху. Я понял, что Дакуаса бывает, пройдет короткую жизнь, но очень емко, очень много песен оставил. Вот я сейчас, мы с основой думаем, как делать так, чтобы те песни, которые им созданы, чтобы они остались для потомков. Это очень трудоемкий, тяжелый процесс, потому что, повторяя, Дакуаса писал свои песни, именно отбираясь на глубинные пласты аварского фольклора, где присутствует и прозрационность, спорная ритмика. Расширковывать такие песни очень легко, но зато, когда ты живешься в этот мир, богатейший мир, музыкальных, интонаций, ритмических, ты всегда так чувствуешь, как рыба воды, но для этого, конечно, нужно время, чтобы вылезть. Я послушал многие его песни еще раз, которые я знаю, есть там песни, которых я не слышал. Такое, конечно, оставлять просто так записи нельзя. Надо, чтобы дети, которые занимаются музыкой, пусть наварятся, пусть наварятся, не важно, хорошая музыка наших аттестанцев, всех, без исключения, разве мы делаем различие, когда мы торгуем резгинку, да, такого рода этого резгинка нет, так и того, его творчество заслуживает того, чтобы мы где-то как-то его, и музыкальные наши пощупали его немножко, посмотрели, что там, как он устроился, от этого нужен нормальный материал, нормальный материал, это очень непростая вещь, я жалею, что в своей жизни с корпусом не сталкивался, так получилось, я намного младше его, и тем не менее, с его музыкой я вычил всю жизнь, я чувствую эту музыку, и, наверное, возможно было, что-то будет сделать, если бы, вот, благодаря тому, что существует фонд Акуаса Дулаева, благодаря тому, что есть Асамали, который этим занимается, обращает друзья творчества Акул, может быть, мы что-то и сделаем, но, как бы она называет Миша Авара, надеясь на это и есть. Многие амарские поэты посвятили Акуаса Дулаева свои стихи. В процессе подготовки поэтической композиции к юбилейному мероприятию, учащиеся школу номер 35 из поселка Ленинкен познакомились с его творчеством, а песни слышали и до этого, как призналась шестиклассница Зубаржат Туруганова. Праздничная сельскохозяйственная ярмарка проходит в Махачкале на территории парка «50-летие октября» на улице имени Ломоносова. Оборудованная 20-ю стационарными павильонами, она собрала товаропроизводители из районов Дагестана, регионов Северного Кавказа и Пензенской области. Аграрии предлагают махачкалинцам свежую продукцию собственного производства. Свою продукцию уже полюбившуюся дагестанскому покупателю представили на ярмарке пчеловоды из Ставропольского края, а классические эксклюзивные чаи из Китая придутся по душе даже самому искушенному ценителю этого напитка. Кроме того, осенняя ярмарка отличается наличием теплых текстильных и шерстяных изделий местного производства и павильона, где горожане по низким ценам смогут приобрести верхнюю одежду. Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Время создавать» проходит по всей стране. Основные мероприятия акции приурочены к годы российского кино и ко Дню народного единства. В акции принимают участие более 70 регионов России. Музеи, библиотеки, театры страны подготовили свыше тысячи мероприятий. Среди них – встречи с писателями, актерами, художниками, музыкантами, различные мастер-классы, концерты, спектакли и выставки. К акции вновь присоединились музеи, театры и библиотеки Дагестана. Так, Дагестанский музей изобразительных искусств провел кинопоказ, новую выставку, концерт и экскурсии. Дагестанский объединенный исторический и архитектурный музей при участии в Дагу с филармонии представил новый проект «О чем молчат атланты». А в Театре поэзии «В ночь искусств» была открыта выставка Ибрагима и Мурада Халиловых «Обрывки киноленты». Сборная Дагестана подзюдо среди слабовидящих заняла первое место на чемпионате России в городе Раменской Московской области. В активе нашей команды шесть золотых, две серебряные и десять бронзовых наград. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 региона России, которые оспаривали медали в семи весовых категориях. Новый шахматный клуб открыли в поселке Новый Кихулай. Он будет носить имя прославленного российского гроссмейстера 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В торжественном открытии принял участие заместитель главы города Запир Алхасов, торжественно перерезавший ленточку вместе с председателем Совета ветеранов войны и труда Магарамом Алиджановым. Турнир по боевому самбо памяти героя России Адель Гирея Магомед Тагирова приобретет со следующего года статус всероссийского. Об этом сообщили члены оргкомитета открытого чемпионата Дагестана по боевому самбо памяти Магомед Тагирова. Который стартует сегодня во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. В Дагестан на этот раз приехали не только спортсмены из регионов России, но и стран ближнего зарубежья. Среди них победители и призеры самых представительных турниров, а именно чемпионатов мира и Европы. На этом наш итоговый информационный выпуск завершен. Мои коллеги и я благодарим вас за внимание. Приятных выходных и только хороших новостей. До свидания.